добрый вечер и сегодня мы будем говорить о плагинах для работы с фотографией по сути вебинар в какой-то степени про photoshop а конкретно про плагины то есть про всяческие дополнительные надстройки которые то ли помогают обрабатывать фотографии то ли мешают сегодня разберемся и называется он просто плагины для работы с фото сферы применения практика использования хотел показать вам несколько фотографий в том числе которые сделаны с помощью плагинов это мои работы так я фотографирую такая вот у меня обработка я достигаю этой обработки с помощью использования плагинов фотошопа лайтрума но а конкретно про плагины и сегодня конечно же и поговорим какие из них следует использовать какие для чего как их настроить оптимальным образом и так кто хочет разобраться во всем многообразие плагинов для вас кто хочет я думаю сегодня я вам помогу хороший плагин какие требования то я подразумеваю под хорошим плагином он должен быть приемлемо быстрым в работе а чтобы он таковым был он должен поддерживать 64 битную работу непосредственно именно для скорости потому что 64 бита это пользуется больше оперативной памяти решать задачу этот плагин должен с помощью этого плагина задачу какую-либо ну например тонирование это должно быть плагином делать легче чем то же самое делать в фотошопе ну а если не легче то по крайней мере удобнее чем делать то же самую операцию фотошопе к примеру плагин который делает ну к примеру ну вот как вы сказали коричневое тонирование то есть конечно же коричневое тонирование можно сделать средствами photoshop но если есть такой плагин то он должен быть как минимум удобнее когда вы его открываете вам должно быть удобнее чем то же самое делать фотошопе а в идеале это еще должно быть и проще и легче чем то же самое делать photoshop конечно же переустановка программ когда вот много плагинов photoshop тот же переставить это уже занимает значительно больше времени надо установить фотошоп, надо установить плагины, надо настроить фотошоп, надо настроить плагины. Понятное дело, это больше времени. Но, в принципе, это тоже не очень большой минус. В конце концов, можно посидеть там часик-два, все настроить, и все будет отлично работать год-два или даже три, если система хорошая, то есть и компьютер хороший. Замедляется общая работа в фотошопе. Такой тоже есть минус. Увы, он существует, этот минус. Как бы хорошо не писали плагины, увы, иногда они могут делать крах, крах фотошопа, крах системы. Ну, крах системы, конечно, уже нет, но фотошоп может, грубо говоря, зависать. Иногда это не проблема, перезагрузились и все. Когда это дело касается пакетной обработки, может, ну, представьте, вы зарядили пакетную обработку с использованием плагинов, ну, и легли спать, а он взял на половине и, ну, заглючил и остановился. Ну, то есть, произошел зависание фотошопа или зависание компьютера. Вследствие использования плагина. Вы просыпаетесь утром, думаете, что у вас уже все обработано, а там раз еще, в общем-то, ничего даже и не начиналось. Или обработана только половина. И вы такие, упс, фигня какая-то, да? Ну, то есть, такое может быть, увы, такие минусы есть. Я, в общем-то, с ними без проблем живу. Да, такое у меня редко бывает, но это не страшно. Для меня это не трагедия. Об этих неудобствах следует знать, что это, в общем-то, оборотная сторона использования плагинов. Это не значит, что у вас все на компьютере сломалось. Просто такое бывает. Поскольку я защитник плагинов и активный их пропагандист, я скажу, что все эти минусы мне не мешают. Я с ними всеми уживаюсь с этими ограничениями, с этими неудобствами. В общем-то, их практически не замечаю. Сейчас я открою запись, чтобы вам было видно все хорошо. Вот, например, написанный исключительно мною самостоятельный такой, как бы, плагин, который вызывает все остальные плагины. Вот он, видите? Я его обвел желтой стрелочкой. Вот могу еще показать красными стрелочками. Давайте покажу, чтобы вы его точно заметили, на что я вам показываю. Вот, наверное, покажу. Вот, видите? Ну, вот этот плагин. Вот этот плагин. Вот он весь такой один. Есть такие плагины. Ну, давайте я открою какую-то фотографию, просто какое-то изображение. Я вам говорил, Гуид Гайд. Это плагин. Видите, он выглядит вот, по сути, это такая надстройка. Это дополнительная панель к фотошопу. Но это именно, он позиционируется как плагин. Это чтобы легче было, например, рисовать линии разметки в фотошопе. Такие вот линии, там, по центру линию рисовать, по горизонтали, по вертикали линии там рисовать. Всяческие отступы размечать автоматически. Ну, это вот, например, какой-то плагин, который существует в интерфейсе фотошопа. Такие еще слышал мифы, что настоящий профи плагин никогда не поставит. То есть, никаких плагинов только хардкор. Ну, что тут я могу вам сказать? Плагин это всего-навсего инструмент. Он неплохой и нехороший сам по себе. Это инструмент. Это определенная возможность. И все зависит от того, как вы будете этой возможностью пользоваться. Конечно же, например, что касается ретуши, очень-очень тонкую ретушь в виде частотного разложения полноценного, в виде ретуши, ну, метод Dodge & Burn плагином, конечно же, не сделать. То есть, тонкую ретушь. А для всех ли фотографий нужна вот такая тонкость, например? Я не думаю, что для всех. То есть, я даже более того, уверен, что не для всех. Какие-то супер-нюансы со цветом плагином, ну, тоже будет сложно сделать. Но нужны ли такие супер-нюансы в абсолютно всех фотографиях? Думаю, что нет. Фотографию, на примере которой я покажу вам настройки плагина портритура, чтобы плагин корректно работал с экшенами, в случае чего, вам надо убрать такую штучку, которая называется Create Transparency Mask, то есть создавать прозрачную маску. Это надо убрать, иначе при работе именно в экшенах у вас могут быть проблемы. Вот такие вот настройки. Дальше. Enhatchments. Ну, вообще, это можно перевести как последний вот блок, это улучшение. Я его сейчас обведу желтым треугольником, треугольником, желтым прямоугольником. Вот. Что делает последние ползунки? Как бы улучшают, делают более тонкой работу фильтра. То есть, смотрите, например, размыли, разгладили, как-то можно вот так сказать. Но теперь мы можем этой всей области разглаживания вернуть, например, резкость. Чтобы стало, вроде бы, все и размылось, то есть, вроде бы, все и разгладилось, но стало резче. А потом, что интересно, эту резкость компенсировать мягкостью. То есть, этой всей резкости добавить немножко мягкости. Таким образом, более тонко сработает портритура. Это кажется странным, что вначале резко делать, а потом мягче. Но именно это дает хорошие результаты. Вот видите, было так. Я не знаю, видно ли на маленьком экране. А потом я возвращаю этому размытию резкость. Потом я этой резкости добавляю чуть-чуть мягкости. Третий ползунок, он вообще интересный. Он называется Вармс. Им можно управлять скинтоном. Смотрите, плюсиком, да, мы уже выбрали область кожи. А теперь можно менять оттенок этой кожи. То есть, выбранной. То есть, таким образом, мы не только можем разглаживать кожу, но мы можем менять ей оттенок. То есть, например, сделать более красный. Но я сейчас специально утрированно делаю, чтобы вы видели. Или сделать абсолютно бледный. Понятно, что это значение пороговое. Такие никогда не надо ставить. Но мы можем поставить где-то... Если мы хотим более сделать такую скинтон оранжевый, мы можем поставить плюс 4. И вот у нас уже такая кожа стала более оранжевенькая. Пресеты. Вот Максиму Гладкову... Вот вам лайк, Максим Гладков, за вопрос. Пресеты. Ведь это важно. Конечно. Ну, в общем-то, использую. Сейчас покажу, где их написать. Давайте создадим просто пресет для портретуры. Портретуру вызовем. Настроим. Настроим, например, вот таким вот образом. Ну, конечно же, красноту эту уберем. Да, вот так вот. И теперь все. Я, например, так тонко настроил. И я, конечно же, теперь хочу сохранить пресет. Я нажимаю, вот смотрите, вот здесь вот. Сейчас я обведу. Сейчас, где моя инфографическая система. Вот. Я сейчас фломастером таким вот подчеркну. Вот. Видите? Сейв. мы нажимаем здесь сейв и собственно сохраняем пресет. Мы можем дать ему имя. Например, имя можем дать брайт. Можем дать ему комментарий. Включаем все настройки. Вот эти, видите, то есть в пресет значит включится настройки детайл смутинга, скинтон маска и enhancements, то есть улучшений, то есть настройки. Все вот эти, значит, три ползуночка, сейчас я покажу еще, чтобы вы все видели. Вот это связано с этим, это связано с этим и это связано с этим. Так, теперь понятно точно всем. И нажимаем окей. Все. Теперь, как применить этот пресет? Например, я открываю другую фотографию. И еще один фильтр покажу все же таки, где рефлектор эффект. То есть мы можем имитировать свет как бы отражения от рефлектора. Вот мы можем тут, смотрите, ставить голд, ну, желтый рефлектор, софт голд и сильвер, ну, то есть серебряный рефлектор. Софт голд очень интересный дает эффект. Вот интенсивность света, как бы интенсивность отражения, ну, ширина отражения, ну, и, собственно, с какой стороны это мы крутим. Вот, с какой стороны, видите, он по кругу крутится, как бы рефлектор. Вот, вот с этой стороны как бы подсветили рефлектором, он тени, заметьте, высвечивает, видите, в глазах тени, а теперь как бы рефлектор, бац, на них и посветил. Естественно, надо аккуратненько с этим работать, вот так вот как-то, да, можем попробовать золотым рефлектором посветить, может быть лучше будет. Посмотрим. Вот так вот проверяем, ну, вот, да, вроде так даже лучше. Можем увеличить даже насыщенность. Ну, вот, вот такие еще фильтры. Мы поговорили только что о фильтре, который назывался Nik Collection Color FX Pro. Переходим к его, к его родному брату, фильтру Color Nik Collection Silver FX Pro. Здесь говорить особо много не будем, я только так скажу, что это самый, как я его называю, фильтр для теплого лампового ЧБ. Вот, помните, я говорил, есть ползунки Detail и параметр Detail и параметр Sharpens, так вот, структура это что-то вместе объединенное. High Glides отсекаются пересветы, то есть, вот смотрите, тут слишком белая кожа, мы ползунок High Glides крутим в сторону и кожа как бы возвращает свои детали. То же самое, видите, Control Points есть, но я здесь ими практически не пользуюсь. Вот, это именно мягкость зернистости, а вот это ее количество, этой зернистости. Ну, понятно, не перебарщивайте, тут наоборот, смотрите, когда стоит цифра 500, это зернистости нету. Настройки, Settings, видите, After clicking и ставим и ставим Apply Filtered Effect to the Current Layer. Это надо сделать всего один раз и после этого фильтр абсолютно нормально работает. В общем-то, вот это самые важные настройки. Какие вопросы по этим двум фильтрам? Готов на них ответить. Делаем копию слоя, вызываем дальше фильтр, вот, фильтр, Red Giant, No Light Factory, вызываем этот фильтр. И смотрите, у меня тут есть множество пресетов разных, но я вам сейчас покажу, как обойтись даже без единого пресета. Ну, я сейчас просто все удалю для чистоты эксперимента. Видите? Delete. Все, вот теперь у нас нет ничего. Я обращаю ваше внимание на вот эту вот панель, на то, что будет происходить сейчас с этой стороны, вот с этой. Прошу обратить внимание, вот здесь вот мы выбираем все настройки нашего свечения. Но я вам покажу, конечно же, только сейчас одну настройку. Это в выпадающем меню мы находим такую настройку, которая называется Glow Ball. Glow Ball. И нажимаем Add Element. Вот добавлен Glow Ball, то есть светящийся или как мы называем, сияющий шар. Вот мы можем его, видите, вводить по картинке, где он будет светиться. Конечно же, надо определить, откуда был свет. И этот свет, как бы на фотографии усилить. Дальше настройки Glow Ball. Они находятся вот здесь вот. Вообще все настройки вот этих свечащихся элементов. Ну, собственно, мы можем яркость, добавить этому цвету. Дальше как бы, ну, вот радиус, мягкость света. и мы переходим к плагину, который больше подойдет для людей, которые занимаются дизайном или которые занимаются версткой фотокниг и так далее. То есть, это больше такой дизайнерский плагин. Он называется Alien Skin Snap Art. Для того, чтобы продемонстрировать работу этого плагина, я открою не фотографию, а открою просто какую-то текстуру, заранее заготовленную. Вернее, какой-то фон. Сейчас вы поймете, для чего этот плагин. Например, я хочу использовать для книжки, ну, для фотокниги, хочу изготовить какую-то подложку. Ну, и вот у меня какая-то уже подложечка есть. Например, вот такая. Но она мне не нравится, например. Или я ее уже один раз использовал, а мне хочется ее как-то разнообрать. И для этого хорошо подойдет плагин, который называется Alien Skin Snap Art. Ну, и в заключении, поскольку вопросов я не вижу, написал такие несколько помятка такая, да, памятка. Тренировка красоты. Помните, чтобы у вас не получалось какой-то жести и какой-то фигни, помните, любой эффект и фильтр должен быть оправдан. То есть, не применяйте просто так плагины, какие-то фильтры, какие-то эффекты, лишь бы их применить. Они все должны служить цели и что-то в вашей обработке подчеркивать, что-то в вашей фотографии, на вашу фотографию работать, работать на сюжет. Еще я хотел вам показать несколько вредных плагинов, которые уж точно, которые я не рекомендую ставить. Первый плагин, который я не рекомендую ставить, называется Virtus Fluid Mask 3. Всем большое спасибо. Приходите на наши вебинары, приглашайте друзей на наши вебинары. Мы стараемся, будем стараться их делать лучше. Мы будем стараться проводить их интереснее, чтобы вы с них получали пользу. А на этой ноте вебинар, который называется «Плагины для работы с фото в сфере применения и практика использования» объявляю закрытым. Всем спокойной ночи, всем до 7 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова